Мы продолжаем решать задачи типа B из ЕГЭ по математике. И сейчас мы разберем очередную задачу типа B5. Основания трапеции равны 4 и 10. Найдите больший из отрезков, на которые делит среднюю линию этой трапеции одна из ее диагоналей. Для начала покажем среднюю линию трапеции. Средняя линия трапеции это отрезок, соединяющий середины боковых сторон. То есть, очевидно, на рисунке эта средняя линия нам показана. Давайте ее обозначим, например, КП. И так как это средняя линия, она проходит через середины по определению. То она проходит по определению через середины боковых сторон. Значит, АК равно КБ и ЦП равно ПД. Далее, по свойству средней линии трапеции. Средняя линия параллельна основаниям. И ее длина равна полусумме оснований. Но длина нам в данной задаче не нужна. А вот свойства, где говорится о параллельности средней линии и оснований, нам понадобятся. То есть, начнем именно с этого. КП средняя линия. Мы сразу запишем это. То есть, КП это средняя линия по условию. Средняя линия. Средняя линия. Тогда по свойству средняя линия КП параллельна основаниям АД и параллельна БЦ. Давайте эту параллельность вот так запишем. То есть, все эти три прямые параллельны. Далее. Постольку, поскольку КП параллельна АД и БЦ, то по тереме Фалеса параллельные прямые делят стороны угла, например, АЦД, например, вот этого угла, делят на пропорциональные отрезки. То есть, если ЦП равно ПД, давайте я тоже это покажу. То есть, если ЦП равно ПД, то вот эти наши параллельные прямые, то есть, вот эта прямая и эта прямая, делят вторую сторону этого угла АЦД на равные отрезки. То есть, на пропорциональные. Но так как эти ЦП равно ПД, то и давайте вот эту точечку О покажем, то тогда ЦО равно ОА. Так и запишем. То есть, ЦП равно ПД. Кроме этого, да, вот это как раз вместе с параллельностью мы используем. Постольку, поскольку прямые параллельны, и ЦП равно ПД, то по теореме Фалеса ЦО равно ОА. В скобках запишем. По теореме Фалеса. По теореме Фалеса. Далее. Теперь давайте рассмотрим треугольник, например, АЦД. То есть, рассмотрим треугольник АЦД. Что такое ОП? ОП проходит через середины двух сторон треугольника. АЦ и ЦД. А значит, ОП для треугольника АЦД средняя линия. Так и запишем. То есть, ОП это средняя линия треугольника АЦД. По определению. Почему по определению? Потому что по определению отрезок, соединяющий середины двух сторон треугольника, называется средней линией. Далее. И аналогично ОК или КО. То есть, КО также является средней линией. Средняя линия треугольника, только теперь уже АВС. Почему? Потому что она проходит через середины боковых сторон АВ и АЦ. По свойству средней линии треугольника, средняя линия треугольника параллельно основанию, это нам не нужно. А вот то, что она равна половине основания, это нам сейчас понадобится. То есть, ОП равно половине АД. Из того, что ОП средняя линия треугольника АЦД. То есть, отсюда следует. Вот давайте здесь запишем. То есть, так как ОП средняя линия треугольника АЦД, то ОП равно АД пополам. АД пополам. И равно АД это 10 по условию задачи, разделить на 2 будет 5. Далее. Теперь давайте найдем отрезок КО. КО. Давайте я вот здесь запишу. КО является средней линией треугольника АВС. Вот мы это записали немного выше. А значит, КО равно половине основания АВС. Половине основания треугольника. То есть, ВС пополам. Так, а я В2 пишу. Нет, ВС, да? То есть, ВС разделить на 2. Вместо ВС подставляем 4. 4 делим на 2. Получаем двоечку. Таким образом, что мы с вами получили? Мы с вами получили, что ОП равно 5. ОП равно 5. Длина ОП равно 5. А КО равно 2. То есть, мы получили оба отрезка, на которые делит диагональ АС среднюю линию трапеции. То есть, получили оба отрезка. Для чего мы нашли оба отрезка? Потому что нам по условию задачи нужно найти больший из этих двух отрезков. Наибольший. Понятно, что 5 больше 2. А значит, в ответ мы запишем длину отрезка ОП. То есть, наибольший отрезок ОП. Давайте запишем это следующим образом. То есть, длина отрезка ОП, можно это вот так записать. То есть, ОП это наибольший отрезок. ОП, можно сразу записать ОП больше КО. ОП больше КО. Так как 5 больше 2. А значит, в ответ мы должны записать длину наибольшего из этих отрезков. То есть, число 5. Давайте запишем в ответ. Число 5. То есть, это и есть длина наибольшего из этих отрезков. Ответ. 5. Задача решена.